ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которым предстоит пройти. Дарья Мартынова – учитель физкультуры. Уже в четвертый раз участвует в организации единого государственного экзамена. В ее обязанности входит печать экзаменационных билетов, инструктаж школьников перед тестированием, а также контроль за ходом экзамена. Подготовку этого года, говорит, запомнит на всю жизнь. Мы же никогда так не пробовали. Интересно. Запомните. Конечно. В перчатках и маске. Интересно очень. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой аттестаты выпускникам выдали без итогового тестирования. А ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в ВУЗы. Получать высшее образование решили 13 тысяч выпускников. И 29 июня им предстоит сдать первое пробное тестирование. А с 3 июля стартует экзаменационная кампания. Наш регион полностью готов. И все предписания Роспотребнадзора, федерального Роспотребнадзора, методические рекомендации, мы уже выполнили. В большинстве школ предусмотрели два входа, чтобы не допускать скопления. На пороге каждому выпускнику измерят температуру, после чего школьники пройдут через металлоискатель и займут свое место в аудитории. Во всех кабинетах работает видеонаблюдение, а парты расставлены в шахматном порядке, чтобы сохранить дистанцию в полтора метра. В каждой аудитории будет размещаться не более 10 детей. Вы заметили, наверное, на полу у нас везде меточки. У нас есть несколько процедур во время ЕГЭ, когда, например, проверяются документы. Вот у нас детки стоят на этих метках и не скапливаются. Аудиторию уже оснастили увлажнителями воздуха и санитайзерами. Выпускники при входе получат маски, которые нужно будет менять каждые два часа. Их выдадут в медицинском кабинете. Каждый раз, когда вчерашние школьники будут выходить из аудитории, входить обратно, им будут обрабатывать руки специальным дезинфицирующим средством. Продумали все до мелочей. Я уверен, что экзамен пройдет с точки зрения организации на самом высоком уровне. А ребятам хочу пожелать только самых высоких баллов. Математику в этом году сдают только те, кто собирается поступать в профильные вузы. Обязательный экзамен только один – русский язык. Тестирование разделили на два дня, чтобы разместить всех школьников с учетом социального дистанцирования. Пройти испытания можно будет и в резервные дни – в августе. Мария Леевна, Николай Сидоров. События.